Всем привет, вы находитесь на канале FastGuardTV и добро пожаловать в Watch Dogs Legion. Мы с вами продолжаем из убежища Децек, где мы пока что в одиночку, но еще и с Бегли. Я за кадром понастраивал игру и по сути, вот реально, все что я сделал, я просто, короче, вырубил текстуры. Ну, не вырубил, в смысле, я их поставил с ультра, которые были там 20 гигабайт, которые весят на высокое, все остальное стоит точно так же, Ray Tracing включен, а, и DLSS поставил на баланс, а не на качество, но это на самом деле вообще ни на что особо не повлияло, на FPS в том числе. Прикол в том, что как бы я не пытался ставить, там, менять настройки, я даже 1080p поставил разрешение, игру очень тяжело мне вытянуть на, там, какие-то стабильные 60 FPS. Это, скорее всего, за 100%, я в этом уверен, связано с тем, что у меня загибается процессор, ну, он не загибается, просто он уже с данным уровнем качества не совсем точно правильно справляется, там, эти четыре ядра потеют просто как могут, поэтому, это, там, короче, донат в описании, там есть, короче, это ссылки, вот, Бегли, ты чё? Что ты, что ты несёшь, Бегли, как ты можешь? Так, ладно, короче, будем продолжать, на какой ты уровень сделал, при том, я перезашёл в игру, и мне дали офигенную маску, я так понимаю, это то ли там за предзаказ, то ли где-то ещё, короче, теперь мы будем ходить в маске, которая больше подходит под наш стиль, и это вот такая вот маска. По-моему, она просто идеально вообще вписывается в мой аутфит, так что менять я её совершенно точно не буду. Так, вот, но ещё немного касательно графона, я просто видел, как там некоторые топовые стрелки, всё! Это вот так вот, это так боевая система работает, да? Нажимаешь X и выигрываешь. В этом даже есть что-то похожее на, на анимации человеческие. Видел топовые стримы, и... Нужно создать дистанцию. Я думаю, как игра иногда выдаёт меньше 60 фпс. Будем работать с тем, что есть. Так, мне надо что-то, мне надо увернуться, давай. А, мне надо контратаковать после идеального удара. Идеального ворот, точнее. Бабах! Вот это удар просто, он просто наотмашь долбит кулаком, я понял. Ничего себе. А пробитие защиты как-то вообще... А, и помогает? На! Господи, такая странная анимация. О боже! И вот я думаю, теперь, что лучше, вот это, или то, что было в мафии? Бам! Говорят, женщин бить нельзя! Так вот. Ты не женщина. В синих посылках в Парсел Фокс можно найти новые маски. Класс. Ну что, снаряга на месте? Знаний хватит, чтобы не заехать себе кулаком в лицо и не расстаться с жизнью, потому что любишь пострелять? Отлично! Я продумываю план, который позволит нам найти и прижать к стенке нулевой день. Так что, будь наготове. Если мы хотим, чтобы нас перестали считать толпой кровожадных головорезов, нужно предпринять какие-то меры. Сам реши, что и как будешь делать, но не забудь, что ты теперь датсек. А что же я буду делать? Ну, вообще, я бы хотел, чтобы нас как-то познакомили все-таки с механикой вербовки. Найти товарищей, вот, начать вербовку я могу, только, естественно, так тупо делать это не надо. С какой шайки ублюдков мы начнем? Нам нужно отдавать себе отчет в том, что Лондон оккупирован. Вооруженные наемники патрулируют улицы, якобы, чтобы защитить людей. Но на самом деле, они их запугивают. Ты про Альбион? Да. Чем-то эти наемники на фашистов смахивают. Убеждают народ, что они его спасители, верно? Да. И нам надо разжечь в людях искру сопротивления. Для этого нужно показать им, что Альбион не решает проблемы, а создает их. А для этого нужна информация. Отправляю на твой оптик два набора координат. Спасибо, Бегли. Есть две задачи. Первая. Помешать Альбиону распространять пропаганду. Напомнить людям, что у них есть выбор. Вторая. Добыть информацию об операциях Альбиона. Так мы сможем расстроить их планы. Возьмешься? Шутишь? Конечно. Мы пробудим этот город ото сна. Супер. Расскажем жителям Лондона всю правду. Глава завершена. Лига кулачных боев. Я так понимаю, это... Что это? Это я получил квест? Так. Это скрыт разгорится... Господи, сколько всего происходит. Дополнительные задачи. Запрос от Бегли. Перчатки и прочее. Из-за скрыт разгорится пламя. Отключить систему пропаганды Альбиона. Получить данные об операциях Альбиона. Я думаю, пока пойдем на сюжет. Тут мне опять заново все зачитали. Так. Естественно, есть. Естественно, есть магазин. Конечно же. Давайте посмотрим. Вот просто интересно. Агенты. Тысяча. Watch Dogs Point. Гадюка. Выглядит, кстати, прикольно. Особенно костюм. Вот, допустим. У нас есть тысяча... ...поинтов. Тысяча поинтов стоит... А, у меня не рублей. Ну да, это логично. Ладно, мы нормальный магазин не посмотрим. Так, у нас есть две цели. Они находятся в разной части. Давайте посмотрим на карту. Она... Она пипец напоминает синдикат, если честно. Она очень напоминает синдикат. Ну, потому что это Лондон, очевидно, да? Ну, прям да. Так, получите данную операцию Хельбиону. Успех и сопротивление в том, чтобы набрать специалиста в разных областях. Люди, которые умеют драться, тоже полезный ресурс. Кулачные бои позволят тебе найти тех, кто умеет двинуть в морду. А также получить по ней. Победив всех соперников на арене, ты сможешь сразиться с чемпионами. Докажи свое физическое превосходство и, быть может, они согласятся вступить в дэдсек. У приматов, кстати, похожие социальные игры. Завершите поединки на всех аренах. А где это? А, это есть разные арены и... Ммм, прикольно. Ну, пока по сюжету поедем. Да, ну, в городе самая большая проблема, конечно, с FPS, понятно, но... Ничего прям гиперкритического. Так, там зеленые поинты, жетоны можно было получить, но... Больше смысла никакого в этом нет. Ой. Я вот пытаюсь как-то понять... Все-таки правила местные, потому что, блин, они тут иногда едут... Иногда они едут по левой, иногда едут по правой. Много одностороннего. Я знаю, как работают правила. У меня есть права, но, блин, не в Англии. Вот Англия для меня вообще страшное место. Так, и нам надо туда, да? Освободим район. Найдите доказательства того, что Альбион занимается незаконными проектами. Запретные зоны. Ну, естественно, они отмечаются на карте. Можно увидеть дронов, которые это делают. Альбион построил оперативную базу в здании королевского суда. Твою мать! Альбион захватил суд. Это же прям как вытянуть карточку. Немедленно отправляйтесь в тюрьму. Верно. Но это также означает, что там есть информация о том, как Альбион находит недовольных. Кого они арестовывают и за что? Если хотим им помешать, нам пригодятся эти данные. О, и сюда, наверное, пауком можно, кстати, пролететь, нет? Тут вообще сколько товарищей. А, они помещаются от того, что я просто смотрю на них. Так. Это можно сразу использовать, но если я сейчас начну прям бахать, то они, наверное, начнут что-то подозревать. Такие, типа, эээ, что-то мы не поняли, а ты? Вот чё это ты спишь? Всякое такое. Так, давайте паука запустим. Тут как бы я могу нормально находиться, в принципе, да? У меня никакого ограничения нет. Ой. Мужчина. Здравствуйте. Мать, я здесь не пройду. Так, они паука, наверное, обратить могут, да, на его внимание? Я, правда, почему-то всё равно прям в наглую лезу не надо. Хе-хе-хе. Я вставлю своего робота в эту дырочку, которая, кстати, работает супер странно. Так, и вы получили доступ. Эм, ну, возврат, наверное, прям вот так вот в тупую-то я сделать не смогу, зато теперь у меня есть... Возможность здесь всё посмотреть, как оно вообще работает. Понимаешь, у меня вот интересно, я могу, например, сейчас выполнить здесь задание абсолютно не... Не заходя на территорию, или мне к этому серваку надо, да? И мне надо к нему именно подойти самому. Окей. Скример для криптовалюты, украсть криптовалюту. Я понял, чем мы занимаемся. Я понял. У-у-у-у. Угу. Так, надо, короче, как-то лезть наверх. Причём, мне кажется, что я могу использовать этот вот подъёмник сейчас. А, надо прям зажать. Ну и ничего себе. И дай, давай, надень маску. Я хочу посмотреть, как ты, блин, выглядишь в маске. Давай, запретная зона уже здесь. У-у-у-у. Вот это я... Офигенный. Подождём, когда он пройдёт. Ну как пройдёт? Он сейчас дойдёт до сюда и вырубится. Ну это как бы и есть мой план. Ну, мужик. Давай, я не могу приманить. Да, да, давай, иди сюда сам. Наконец-то, господи. Так, в итоге мы получаем... Видимо, как раз то, что надо. Но это, знаете, это, скорее всего, выглядит больше как... Типа, это, скорее всего, второстепенные действия на карте, которые мы можем делать, чтобы открывать, там, запретные территории. Карта, ну вот эта вот всякая история, которую у Ubisoft всегда есть. Типа, вышки, но... Короче, вы поняли. Окей. Блокировка здания суда, приложенные приказы, королевский судный двор. Я только что что-то сделал, надеюсь, всё работает нормально. Окей. Так, я только понимаю, что нам тут делать-то больше нечего, можно сваливать. Человек особо важных целей, которые угрожают спокойствию на улицах Лондона. Вот, смотри, человек работает в СМИ, а этот содержит приют. Боже мой, бегите, глупцы! Зашибись. Они все подозреваются в подстрекательстве к восстанию, или демонстрируют такую склонность. Наемники сажают людей ещё до того, как они начинают бунтовать. Ирония в том, что их список поможет нам найти единомышленников. Спасибо, Альбилона. Ну что, пора очистить улицу от пропаганды Альбилона и дать людям надежду. Так, давайте мы будем выключать музыку, потому что, я так понимаю, она здесь вся лицензионная в контексте игры, в контексте Юбисофта, и чуваки за неё, конечно, заплатили большие молодцы, но, скорее всего, за такие вещи мне на серии будут прилетать неприятные сообщения о том, что у вас горит музыка в ролике, и пошли-ка вы в задницу, и вообще, не надо записывать вообще прохождение на Ютубе, вообще, что ты делаешь на Ютубе, иди на Твич, ой, а на Твиче тоже ДМС, и, короче, всё, вы поняли. Так, это что такое? Я тут просто пытаюсь понять вообще. Он тоже, типа, запрят... Подожди, я паука забрал? Выстанавливаем 30 секунд. Ну, он, типа, я так понимаю, он со мной, я же вряд ли могу его просто там оставить и забыть. Он скорее... Ну, ты куда под машину-то лезешь? Ну, видишь, я больной, еду по обочине. Ну, вот, сам виноват. Машина-звук прикольный. Тут вообще всё стильненько, футуристичненько, ко времени хорошо приложили усилия, но... Короче, сразу надо отметить, просто никогда у меня не было вопросов и претензий к визуалу, которые делают Юбисофт. Юбисофт умеют делать графику, они сотрудничают с NVIDIA, они делают очень крутые, действительно, проекты в плане вот именно картинки, но не игры. Так, знаете что, смотри, у нас осталось там 200 метров, я хочу кое-что попробовать. Да, ищите. Я хочу посмотреть, что вообще мы можем. Умелый инвестор зарабатывает больше ETO. Сотрудник Альбиона. Типа, тут есть фишка, кандидаты. Разработчица ПО, неуловимость, тариф 6G, быстрая загрузка, защита от гонщих. А вот просто хочу понять, как работает вербовка, то есть я могу просто сохранить кандидата? Кассирша, у неё есть ручной пулемёт, what the fuck? Так, я понял, хореограф с каким-то сомнительным транспортом, дубинка с шипами, нифига себе. Прикольно. Вот я вот эту тему хотел как раз изучить. Дрон сети ОС у дизайнера. Спецодежда, грузовой дрон, гаечный ключ. Так, а нам сюда. Так, и с чем мы тут имеем дело? А куда метками не ведёт? Знаете? Я могу взламывать и получать криптовалюту. Таким, слушай, учитывая сколько тут надо денег, давай это делать. Но нас теперь отслеживают, что интересно, потому что в предыдущих частях Watch Dogs мало кто, ну, не обращали внимания на действия, которые ты делаешь. А здесь это как бы важно. Так, это метро. Ты кто такая? Marlott MK6 направляется на стацию Камдент Таун, собирается отдыхать. А вот эти вот пальцы вниз, это значит что? Что, типа, нельзя или хреново вербовать это будет человека? По какому принципу это работает? Так, вот тут, кстати, можно залезть на крышу. Можно, но нельзя, да? Типа того. Ой. Секс-работница. Личный спортивный транспорт. Бесконтрольно покупает одежду. Если я сохраню тебя. Открыть досье. Ой. Стоять. Открыть досье. У нее есть задание. Запись на форуме, продаю вещи неношеные. Это, конечно, сомнительный кандидат на, типа, вот это вот, помыло Дмитрию. Хорошо относится к децеку, возможно, захочет присоединиться к сопротивлению, поговорите с ней, чтобы узнать больше. О-о-о, мадам. Похоже, ты из тех, кого уже достало то, что происходит вокруг. Я прав? Ох, ёпт. Ты издача. Собите. Ну, ничего не гарантирую, но поглядим. В чем дело? Я траванулась из-за Альбиона. Буквально. Я работала на их складе. Наткнулась на ящики. Аж обгадилась от той дряни, что была внутри. Буквально. А потом еще и цистит начался. Просто кошмар. Я пожаловалась боссом, но, как выяснилось позже, делу не дали ход. Мол, доказательств недостаточно. Бред сивой кобылы. Откуда взяться доказательством, если расследование даже не начали? Да, похоже, Альбион приплачивает за это чиновникам. Мы выясним, что происходит. Что только что было с окружением вокруг них? Никто не знает. Что дальше? Подожди, проверяю расписание правительственных чиновников, чтобы понять, кто замешан в этом деле. Дай мне еще... Хотя не надо, все готово. Высокопоставленный офицер Альбиона встречался с чиновником службы здравоохранения на судне посреди темзы примерно тогда же, когда отравилась наша протеже. Красава, Бэкс. А на том судне есть камеры, к которым мы можем подключиться? Я в этом практически не сомневаюсь. Отправляю текущие координаты судна. Да, тут есть куча всего интересного, конечно, но... Чтобы я что-то купил из этого... Но тут есть разные стили одежды, как я понимаю, да? Ну да. Понимаете, как бы, ну... Это нормальная тема. Она буквально оторванулась из-за Альбиона. Альбион позвонили, сказали, мы, короче, приедем сейчас всем отделом. Это, ты, главное, будь готова. Она оторванулась, ну, потому что белковое отравление, это логично, в принципе. Вот, так что... Так что это, конечно, да. Так, я не очень понимаю, мне все-таки надо на крышу здесь, да, залезть? Потому что мы отключаем систему пропаганды. Система пропаганды здесь подразумевается, это... Типа... А, я могу, может, сделать это просто вот так прям. Можно взломать. Вот, во двор. Не, ну вот это вот, когда я к ней подошел. Ох, ёпт. Мужик, извини, что-то... Что-то я прифигел немного. Сможешь его использовать, чтобы попасть на крышу. Господи. Я изначально знал, что, типа, мне пофиг, какую я поставлю здесь озвучку, потому что в этой игре это, как бы, ну... Мне абсолютно не принципиально. Я не рассчитываю на сюжеты, на персонажку. Тем более на персонажку. Но я что-то сейчас выплыву вообще с этого. Так, поинты. Вот сколько даются одного такого? Плюс 10. Ну, это, кстати, неплохо, потому что там дальше-то такие достаточно серьезные прокачки. Они, в принципе, так и стоят. По 10-15. Слушай, а я тени, кстати, это оставил или нет? Что-то я не помню. А, я тени зачем-то еще поставил. На тени подубить. У нас с тенями-то, с освещением в целом все и так более-менее нормально. Из-за рейтрейсинга вообще нихрена не изменилась практически. Мы никогда не сдадимся. Куда? Да, шикарно. Это люди точно заметят. Пусть знают, что кто-то бросил вызов Альбиону. Может, твой поступок станет для них долгожданным лучиком надежды. Ну, или хотя бы снизит нагрузку на глаза. Что дальше? Труба зовет. Не, а дальше мы вербуем проститутку, я ничего не знаю. Есть какой-нибудь автомобиль, кстати, прикольный. Ваша работа уже принесла плоды. В том списке, что вы нашли, значатся журналиста Скандена, за которым следит Альбион. Мы пообщались, и он сказал, что у него для нас есть ценная информация. Нам стоит встретиться. Пришли координаты. Заткнись. Так, а куда нам ехать на вербовку? Ну, далековато. Подожди, это убежище? Ааа, да, помыло Димит... Ну, короче, мы ее запомнили там, это, зафиксировали. Мы, мы, мы там вот в той части будем, я туда пойду. Пока давайте по сюжету, пока он рядом. Потому что что-то идти ее вербовать, это как-то вообще супер далеко. Звуки прям классные. Мне прям очень нравятся. Я просто газую, я испытываю удовольствие от того, как я газую. Хотя ладно, потом. Блин, нам надо кого-нибудь завербовать, у кого-то тачка есть клевая. Какая-нибудь спортивная. Так, встретимся с осведомителем, Дэдсек Желтая полоска, парковаться нельзя Машина не моя, ничего не знаю Это что? Это какая-то доставка Мы можем что-то доставить Парсел Фокс Агенты могут забирать грузы у ящика для посылок И доставлять их к ящику в указанном пункте назначения Посылки бывают трех видов и отличаются по уровню сложности доставки Виды посылок срочные Время доставки ограничено Хрупкий груз нуждается в максимально аккуратной доставке Контрабанда посылка привлекает внимание Альбион Рекомендуемые доставки значком рекомендуется Отмечаются посылки, точка доставки которых находится недалеко от места выполнения отслеживаемой задач То есть я могу подготовиться типа так к миссии что ли? В здании GBB Ну мне нечего отправлять, но я понял Мы хотя бы теперь имеем представление как это работает Слышал, тебе нужна помощь? Что стряслось? Это же вы, народ, любите портить жизнь Альбиону Не верится, что кто-то еще Думал я один, пытаясь что-то сделать Да и то лишь разговорами Но вы и действуете А что остается? Я вот не могу сидеть сложа руки пока город в огне Альбион должен уйти, только без хорошего пинка они не свалят Так, что у тебя для нас есть? Я достал данные обо всех операциях Альбиона в городе Из-за них меня чуть не убили Тут все, пути снабжения, цели наблюдения, объекты Думаю вам это пригодится Все так, все так Вот пример Альбион закрыл Кингс Кросс для гражданского пользования, верно? Но никто не знает, что это их центральный узел снабжения Через него в город переправляют новых бойцов и значительную часть ресурсов Хотите, чтобы люди вас прянули духом? Вот вам цель Уничтожьте этот объект И нанесете серьезный удар по всей деятельности Альбиона в Камдоне Это будет хаос План ясен Меня очень принял какой-то супер странный эффект Так что брать задания в приложении Неплохой способ заработать Многие готовы хорошо заплатить за то, чтобы с их посылками обходились аккуратно Возможно, и тебе что-то перепадет Ха-ха Данные об операциях Альбиона то, что нужно, чтобы навести шороху Изучим их позже Ладно Как нам остановить снабжение через Кингс Кросс? У Альбиона дам гибридный генератор Выходная мощность наверняка огромна Устраивайся А, прям так? Какой-то странный эффект, когда разговаривают два персонажа И вокруг них не то, что все блюрится, становится каким-то максимально странным Ну и каков план? Мои новостные дроны еще здесь и должны работать Можешь воспользоваться одним из них Думаю, ты управишься с ним лучше меня Правда, Кингс Кросс Так, контроль Сосрочет напряжение в гибридном генераторе Это тебе не сухую лапшу приготовить Тот не помешала бы спецификация Буду действовать Так, меня могут запалить другие дроны Аккуратно Я тоже робот Я тоже дрон Я тоже сканирую Все хорошо Тебе кажется Тебе кажется Отлично Воспользуйся кодом разблокировки для генератора И я смогу вызвать скачок напряжения Этого хватит, чтобы обесточить Кингс Кросс Да и железнодорожную систему тоже Вот так А то, что я тут стою, это нормально? В Сент-Панкрасе нам удалось добыть кучу инфы Маршруты Альбиона, информаторы, снаряга Много чего Хватит, чтобы зажечь огонь в сердцах лондонцев Прямо как в Кандоне Помешаем Альбиону и дадим людям причину восстать Район за районом И с каждым разом число наших союзников будет расти Покажем лондонцам, что Дэдсек И их друзья Ну как я и думал, дайте про сбокировку районов А я всегда знал, что Альбион гонит на Дэдсек Теперь остальной Камден это узнает Спасибо Бунт в районе Поддержка Выполняйте действия в районе, чтобы увеличить поддержку Дэдсек Лондонцы в восставших районах с большей вероятностью захотят вступить в Дэдсек Оставшиеся очки технологии появятся на карте, когда район будет готов восстать Цены рекруты обладают особыми навыками или оружием Могут быть, ну тоже понятно О, и кто-то просто автоматически стал завербован, смотри Хакер Взлом поражает несколько целей Разряд бьет врагов током Кража ключей неограниченная дальность Криптоскиммер при взломе крадет ИТО Че так Охренеть, ты все еще жив? Теперь я должен собини десятку Но есть и плюсы Благодаря твоим стараниям у нас появился новый источник информации И что же я вижу? Ага, кое-что интересное в Министерстве гражданских дел Покой нам только снится Что там? Служба оперативного реагирования, она же СИРС, она же Гестапо с чьей пятиями Получила технологию наблюдения, которая называется ДР-реконструкция Это последнее слово в области нарушения прав на частную жизнь И мы можем воспользоваться ей, чтобы найти нулевой день Если понимаешь, что не тянешь или просто хочешь немного выдохнуть Всегда можешь уступить сцену своим новым сокомандникам Решать тебе Да, очевидные плюсы работы в коллективе Я на месте Теоретически я могу использовать доступные данные систем наблюдения Чтобы воссоздать события в дополненной реальности Получи доступ к ретранслятору и я солью все метаданные по этой области Знаете, чего я не понимаю? Я могу взять на улице... Опа! Там, смотри, уехала какая Я могу взять на улице абсолютно любую тачку Потому что все тачки беспилотные Абсолютно все тачки беспилотные Я думаю, видишь, мы не всех можем нанимать Но, скорее всего, мне так кажется, у нас появится больше возможностей Чем больше мы будем получать, соответственно, захват территорий Камден говорит готов к восстанию И мы, видимо, это сейчас и будем делать Вот, а здесь Ну, вот то, что как раз я и говорил Округ Вестминстер Освобождение мятежника Борьба с пропагандой Порча имущества Сбор фотоулик Борьба с пропагандой Да-да-да, вот эта вот стандартная история Которая не только в Юбисофт используется В принципе, много где То есть, у тебя есть районы Чтобы этот район активировать И полностью его как-то восстановить Сделать его восставшим Надо, типа Выполнить определенное количество заданий Касательно Просто побочных Которые в какой-то момент заколебут, скорее всего Так, получите доступ к ретранслятору Давайте мы сейчас товарищей пометим Что они тут есть вообще Потому что, чтобы нас тут видели Лучше так не делать Ловушечка есть Лазерная сигнализация оповещает охрану Залмайте находящийся рядом щиток Чтобы на время отключить ее Увидеть бы еще щиток Так, ну я сейчас кину дрона Причем я кину его прям вот так Вы думали, ваша жалкая сигнализация меня остановит? Вот и все А теперь проверим возможности технологии дополненной реальности Запустите тестовое высос задание событий Так Это прям там надо делать, да? Сейчас пройти-то я могу Да, вот туда уже надо руками Соответственно, все, что тут Мы имеем по людям Так, а вот эти товарищи Они как себя чувствуют вообще? Давай-ка, наверное, мы не будем Я понимаю, что ты мирный житель Все такое, но Не пали меня Точно не могу просто дроном Тут еще такая открытая, блин, локация Тебе показалось Подруга И ей правда показалось Она правда поверила в это Окей Так, опять же Получите доступ И вот я могу просто Пок имба Тут есть очень крутой потенциал В плане Прохождений Вот этих всех комнат Локаций С помощью разных каких-то методик Но полкомбо Так, выбираем Сирс внедрила этот алгоритм В своей штаб-квартире И мне удалось найти мануал Как настроить систему А теперь руки в ноги Мы не сможем украсть их игрушку Если тебя отправят в концлагерь А, да И все То есть буквально Паук это вот Решение всех проблем Круто быть хакером Вот ловушечку подготовим Ну это так Но потом И все И миссия выполнена получается Никто эту технологию не даст Верно, Бэкс? Программа находится на сервере На крыше штаб-квартиры Сирс Тебе надо украсть его И отвезти В пару-тройку густонаселенных мест Чтобы я откалибровал его И создал нашу версию программы Погодь Сервер на крыше Надеюсь, у тебя есть план? Нам нужен кто-то С доступом к грузовому Или строительному дрону Который заберет сервер Я бы сказала Это идеальная возможность Завербовать в дэдсек тягача Что ж Есть у тебя идеи Где мне найти нужного человека? Тягача со строительным дроном Так, давай поднапряжем Наши серые клеточки У кого же в Лондоне Может быть доступ К строительному дрону? Может быть У строителя? Думаешь? Но вот видишь Не так уж это было и сложно Неподалеку Как раз есть стройка И осмелюсь предположить Что там ты найдешь строителя Которого можно завербовать Вот координаты Вот это что ты говоришь Так, а то что жители готовы К восстанию Это означает Что именно? Я не могу пока Да ничего с этим поделать? Типа они просто готовы Это видимо Просто общее состояние района В котором они находятся И все Округ Вестминстер Я не знаю Вот это вот Проблема в том Что у меня болезнь На такие вещи На вот эти вот Разблокировки районов Я прям не могу Я постоянно это делаю Тут еще видишь Дают Агентов Задания Везде причем Дают задания Угу Прикольно Мне почему-то кажется Что мы в любом случае Потом все Тут кстати не так много районов И не так много действий Которые надо сделать Типа освобождение и мятеж Ну то есть как бы Это достаточно быстро Можно сделать Я думаю Типа За одну серию Мы можем там Сразу несколько районов Так освободить Ну окей Эм Не знаю Нет у меня Чего-то конкретного Каких-то мыслей Пока что Пока вроде играем И окей Двойные прыжки Маскировщик Электрокастет Электростатический удар Который отправляет Противника в нокаут Боевый бот-паук С турелью Нелетального действия Эээ Электрошоковая ловушка Нелетальная мина Липучка Оглушающая врагов Наносящая значительный урон Дронам и транспорту Нелетальный пистолет Ууу Глушитель на 30 Нелетальная ПП Позволяет ненадолго Нейтрализовать врага Взломав его оптик Кстати эти помехи Помехи Были доступны У Дантона Звали его да Так Взлом дронов гонщик Он как бы прокачен Позволяет управлять дронами Уууу Управляет прикольно Взлом Дронов Парселфокс Позволяет управлять дронами Парселфокс И отключать их Привлечь внимание Заманите врагов К подготовленной ловушке И нелетальный дробовик Давайте вот этот прокачаем Чтобы можно было приманивать людей К неподготовленной ловушке Да Чтобы можно было приманивать людей Я же ну дебил Еще видно Вот Как-то так Не знаю Я пока не могу сказать Что я впечатлен геймплеем Потому что геймплей По сути Очень упрощенная версия Предыдущих частей То есть я не вижу здесь Каких-то нововведений Каких-то конкретно Ну есть там всякие дроны Но все остальное По большому счету Одно и то же Паук имба Я не могу Идти чуть быстрее Вот Но пока играем Пока смотрим Не знаю Знаете Типа Нету энтузиазма Но и нету Какого-то отторжения То есть как бы Игра-игра Ладно На этом пока Наверное будем тогда заканчивать Продолжать уже в следующей серии Дальше двигаться по сюжету И может быть Даже разблокировать Какие-то части территории На этом пока что все Если вам понравилось это видео Поставьте лайк Прокомментируйте И подпишитесь на канал Если вы еще не подписаны А также не забудьте Нажать на колокольчик Чтобы не пропустить новое видео Увидимся с вами в следующей серии Всем пока